Всем привет и добро пожаловать на канал Bibitaki Dolls. И сегодня я с новостями в стиле Рококо. Итак, Integrity Toys представили шесть новых кукол. Четыре – это куклы из линейки Meteor в стиле Рококо. И две куклы от Джейсона Ву в нарядах от Джейсона Ву. И давайте подробно посмотрим на все шесть кукол. Начнем с линейки Meteor и с персонажа Кики Адаис. Называется эта кукла Serving Cake. Тираж куклы 750 штук на мир и стоит она 175 долларов. Кукла продается через дилеров для участников W Club. Когда я смотрю на эту куклу, я действительно вижу Марию Антуанетту и вижу, что она собралась на вечеринку в стиле Рококо. У куклы длинные каштановые волосы и они заплетены в очень сложную прическу с косой. И в косу вплетена розовая лента. Вообще вся кукла в розовом аутфите. На ней очень красивый розовый корсет с вышивкой или сама ткань в виде гобелена. Сверху надета укороченная толстовка с капюшоном. Ткань жаккардовая, то есть тоже переплетенная и с узорами. Ярко-розового цвета, подклад сиреневый. И только посмотрите на эти рукава. Попышные, с сетчатой подкладкой. Много-много всяких хрюшечек. Это очень красиво. Также у куклы есть очень короткие розовые шортики. И на ножках у неё длинные чулки белые в сеточку. Мне, кстати, очень интересно, как крепятся эти чулки. Возможно, у них есть какая-то силиконовая лента или что-то в этом духе, чтобы они не сползали. Очень красивая обувь. Это розовые лаковые ботильоны с розовыми шнурками. Достаточно много украшений. Украшения в золотых цветах. Это крупные серьги-кольца и внутри у них буковка М. Метеор. Два браслета. Один золотой с розовыми камнями. И второй розовый с жемчугом. И есть крупное золотое кольцо с розовым камнем. Интересная сумочка в виде кусочка торта. У куклы очень красивый макияж. Розово-сиреневые тени. Блестящие розовые губки. И красный румяна. И над губой у куклы есть мушка. Мне очень понравилась эта кукла. Мне кажется, что хорошо передали в стиле рококо. И он выглядит при этом очень современным. К сожалению, на фотографиях не могу хорошо разглядеть маникюр у этой куклы. Но видно, что он какой-то сложный и не одноцветный. В комплекте у куклы две пары ручек. Одни прямые, вторые жестовые. Второй персонаж – это моя фаворитка. Не знаю, как правильно произносить ее имя. Няша или Нюша. Ну, давайте будет Няша. И зовут ее Няша Лаудер. Называется кукла Саксэшн. Тираж ее точно такой же. 750 штук на мир. Цена 175 долларов. И продается она тоже через дилеров для членов клуба W Club. Это темнокожая кукла с очень красивым лицом, пышной кудрявой прической и бежево-бело-розовым аутфите. Ее прическа – это отдельный вид искусства. Прическа состоит из маленьких-маленьких кудряшек, очень объемных. Сверху сделан начес. И сзади волос собраны в хвост и закреплены розовыми бантиками. Одета кукла в топ на бретелях и юбку с накладными карманами. На пояс у нее очаровательный маленький бантик. На ножках черные колготки в сеточку и очень красивые высокие сапоги нежно-розового цвета. Мне очень нравится ее сумочка в виде пирожное, макарон. И у куклы довольно много украшений. Это бежево-розовое колье. Оно состоит из сеточки, которые собраны в кружево. И повязаны розовой ленточкой с бантиком. Браслет из жемчуга. Небольшие сережки с камушками. И два золотых кольца тоже с камушками. У куклы очень красивое лицо. У нее на щечках ямочки. А макияж выполнен в розовых нежных тонах. Розовые тени и розовая помада на губах. И на щечке у нее мушка. Маникюр у мисс Лаундер тоже в разных цветах. А ручек две пары. Прямые и жестовые. Третий персонаж. Это новый персонаж в линейке Метеор. И зовут ее Талия Харпер. Сама кукла называется Head Over Hills. Тираж 750 штук на мир. 175 долларов. Покупка через дилеров. Для членов W-Club. Эта кукла понравилась мне меньше всего в этой линейке. Хотя она тоже интересная. У нее длинные каштановые волосы. Сверху заплесены в косу. И далее переходят в длинный-длинный хвост с завитком. Наряд у куклы в фиолетовых тонах. Это боди фиолетового цвета. И сверху надет фиолетовый жакет. Очень-очень длинный. Сзади жакет выглядит как будто бы это пеньюар. С элементами корсета. На спине сделана шнуровка из ленты. Мне очень нравится верх этого жакета. Мне нравится его ворот. И как сделано два ряда пуговок. Жакет украшен очень красивой вышивкой. И здесь тоже очень интересные, красивые, сложные рукава. На ножках у куклы очень длинные сапоги серебристого цвета с сиреневым отливом. И каблуки у них красные. Из аксессуаров у этой куклы есть только сережки в виде крестов. Мне в этой кукле не хватило аксессуаров и конечно же какой-то интересной сумочки. Маникюр куклы многоцветный и ручек тоже две пары прямые и жестовые. И мне не очень нравится макияж у этой куклы. Он сделан в довольно ярко-розовых цветах. Розовые тени, розовая помада и красно-розовый румян. Четвертого персонажа зовут Амира Махи. Называется кукла Холдинг Корт. Тираж ее 750 штук на мир и она продается уже через лотерею. Цена 165 долларов. И эта кукла мне тоже очень нравится. У нее какая-то невероятно сложная прическа. Волосы темно-коричневого цвета. И аутфит в ярко-зеленых цветах. Это платье с корсетом и юбкой тюльпан. И внизу мы видим подъюбник в стиле таких сеток, на которые надевались как раз-таки пышные юбки во времена Марии Антуанетты. Мне кажется, это очень крутая идея. Высокие зеленые сапоги на шнуровке. Но сзади видно замочки. Так что расшнуровывать эти сапоги вам не придется. Сумочка у куклы выполнена в виде веера. И, конечно же, очень интересные украшения. Это колье из двух рядов. Один ряд из камушков-бриллиантиков. И второй из жемчуга. На колье надет медальон. Жемчужный браслет. Тоже с медальоном. Жемчужные серьги. И крупное кольцо с камнем. Маникюру куклы двуцветной. И ручки есть в двух вариантах. Прямые и жестовые. И мне кажется, что у этой куклы один из самых красивых макияжей. Посмотрите, как аккуратно и красиво сделан макияж глаз. Это действительно похоже на настоящий человеческий макияж. На губах у нее розовая полупрозрачная помада. На щечках розовые румяна. И есть мушка под глазом. Все четыре куклы собрались на вечеринку в стиле рококо. Кстати, это отличная идея. И я тоже очень люблю тематические вечеринки. И у меня тоже была вечеринка в стиле рококо. И тогда я даже научилась готовить макароны. Хотя у меня они получились очень страшненькие. Следующие две куклы от Джейсона Ву. Они в нарядах от Джейсона Ву из коллекции лета 2021. И одна Поппи Паркера называется Yellow, а вторая Pink. Кукла в желтом продается через лотерею. И ее тираж 750 штук на мир. Стоит она 175 долларов. Это очень интересная Поппи Паркер. И мне она очень понравилась. Мы можем сравнить ее аутфит с человеческим аутфитом. И видим, что они действительно очень похожи. На кукле синий короткий топ. Широкая желтая юбка с карманами. И сверху надет желтый плащ. На ножках у нее сандали. Сначала мне показалось это очень странно. Но если у вас в коллекции уже есть другие куклы Поппи Паркер с плоской стопой. Если у вас в коллекции есть другая обувь. То это интересное дополнение. Но конечно если это первая единственная ваша кукла. То мне кажется, что сочетать эти сандали с другими аутфитами будет довольно сложно. Но задумка интересная. Такой обуви у Интегрити Тойс мы еще не видели. Украшения у куклы довольно лаконичные. Это колье из жемчуга. И серьги кольца тоже с жемчугом. Но конечно самое интересное это ее голова. Во-первых, прическа. Это короткий ежик. То есть волосы сделаны из флока. Волосы черного цвета. И мне очень нравится, как выглядит Поппи Паркер с такой прической. На лице у нее очень много веснушек. И это выглядит просто очаровательно. Макияж довольно спокойный. Меня немножко смущает макияж ее глаз. Но возможно так выглядит только на промо-фото. И вживую будет выглядеть немножко иначе. Меня смущает красный акцент в центре века. Сейчас на промо-фото выглядит, как будто бы у нее немножко воспален глаз. Но я понимаю, что это акцент как на губах. Розовая кукла Джейсона Ву тоже вышла с тиражом 750 штук на мир. Ее стоимость 175 долларов. И продается она через лотерею. Эта кукла в ярко-розовом шифоновом платье. Тоже можем сравнить с оригиналом. И видим, что в оригинале это платье более прямое. На кукле оно приталенное и более пышное. И мне кажется, что вариант на кукле выглядит интереснее. На поясе сделана широкая сборка на резинку. Дополняет этот образ соломенная шляпа. Эта кукла тоже в сандаликах. И аксессуары у нее похожие. Тоже колье из жемчуга. И тоже сережки с золотистыми, с кольцами из жемчуга. У куклы очень длинные рыжие волосы, завитые в локоны. И как многие люди с рыжими волосами, у нее на носу много-много веснушек. Макияж он выполнен в бежевых тонах. Тоже красивая кукла, но вариант в желтом мне нравится больше. Мне очень понравились обе эти коллекции. Мне кажется, замечательно вышло. Очень интересно. И у Integrity Toys с годами, чем дальше мы смотрим за развитием компании, тем все интереснее и интереснее. И если бы я сейчас приобретала куклу, я бы, конечно, купила няшу Lauder. Эта кукла просто покорила мое сердечко. И желтую Poppy Parker, потому что она очень необычная. Расскажите, кто из новеньких понравился вам, будете ли вы кого-то заказывать, и чего ждете от Нового года Integrity Toys, каких еще кукол хотели бы видеть. Спасибо, что посмотрели это видео. И если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. То, сколько вы посмотрите, Пока. Продолжение следует...